Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, не другие. 22 ноября день рождения актрисы Лянки Грэу, дочери легендарного молдавского и советского актера. Что она тоже династийная в известном смысле. С ней сейчас, я так понимаю, уже не побеседовать. Она лет пять назад или даже больше эмигрировала в США. Ну как, переехала работать, как и многие другие кинезографисты. Насколько я понимаю, Тодоровский этот вот тренд, как бы обозначил дорогу в Калифорнию. Но, тем не менее, день рождения это повод вспомнить одну из наших бесед. Я в женском журнале популярном читал вашу историю любви, такую прям душераздирающую, где и наркотики, и попытка скрыться. Вы там упомянули, что у вас после этого опыта, Сергей, да, по-моему, ваш был возлюблен, была такая идиосинкразия вообще на мужчин и на мужские прикосновения. Как долго? Почти три года. А в работе это не мешало? Вам же по, допустим, пароле надо вступать в коммуникацию с самцами, как-то они вас трогают так или иначе. Или когда вы играете, вы отключаетесь. Вот как это работает? Объясните. Действительно, это как-то по-другому работает. Ты воспринимаешь, не воспринимаешь свое тело, как принадлежащее тебе, что ли. Я не могу это объяснить. То есть, когда ты погружаешься в образ, и перед тобой стоит человек, которого ты знаешь не так давно, и при этом ты должен на него смотреть влюбленными глазами, или обнимать, или целовать. Это такое немножко странное. Это сложно объяснить людям, которые это не пробовали. Это очень сложно объяснить. Но это действительно какой-то... Это, наверное, какие-то шпионские игры, знаете, вот из этой категории. И себя не до конца воспринимаешь собой. То есть, все равно ты где-то внутри закрыт. И это разные вещи, когда тебя кто-то обнимает в гримерке, предположим, и когда это происходит перед камерой в кадре. Это другие ощущения, другие эмоции совершенно. У всех так? Или только у вас? Я не знаю, я не спрашиваю. А вы не делитесь? А вот эти темы вы когда-нибудь с супругом обсуждали? Или нет? Он же тоже профессионал, который должен с пониманием относиться. Он с пониманием относится. Более того, он считает, что он не видел, как он мне говорил, никого, кто бы делал чувственные сцены лучше, чем я. Ой, у вас очень хороший муж. И поэтому он меня очень этим поддерживает. Такие правильные, да. Нет, это здорово, что он вас поддерживает. И он совершенно не ревнует, я так понимаю. Нет, он понимает, конечно, что это работа. И даже у нас был опыт, когда мы снимали фильм «Тест на беременность», где у меня была одна из таких чувственных сцен. Своим партнером, и он являлся режиссером. Ситуация, все так как-то немножко спрашивали, мол, ничего тебя там не беспокоит? Он говорит, нет, нет, моя Маруся самая красивая. Сейчас мы ее снимем, сейчас все будет хорошо. И в этом смысле, когда ты находишься в кадре в этот момент, твой партнер, он должен быть в первую очередь твоим другом. И чем он тебе больше друг, тем лучше получится любовь, как ни странно. Потому что как только начинаются малейшие какие-то волнения, отношения, ощущения, как мужчины и женщины, все. В кадре такой зажим, и ничего не получается. Потому что ты включаешь, вот, ну, ты начинаешь сам стесняться, потому что человек тебе нравится. А когда вы друзья, вы как партнеры. Это как балет, как танец, когда тебя могут поднять, в принципе, прикоснувшись к разным участкам тела. А если вот ровно обратная ситуация, если человек неприятен, ну, просто, ну, физиологически... Или пьян. А, вы не любите пьян. Такое тоже случается иногда с нашими аутистами. Бывало, да, такое? Бывало, конечно, бывало. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». «Москва-24» и Евгений Додолев.